Следующая покупка была для меня очень неожиданной, и я, честно говоря, никогда не думала, что я такое себе приобрету. Это была спонтанная покупка, я стояла возле стенда Essence, свочила свои любимые помады, думала, может еще какую-то прихватить, и увидела мусс, тональную основу, которая называется Soft Touch от Essence. И я ее попробовала, посвочила, она действительно очень муссовая, очень такая приятная, очень мягенькая, воздушная, и просто из-за консистенции я ее ухватила. Пришла домой, посмотрела на нее, подумала, зачем она мне нужна, я не буду ей пользоваться, отложила ее в долгий ящик, и так она там у меня лежала, и я ей довольно долго не пользовалась. Снова стал такой момент, когда у меня позаканчивались все мои такие более-менее легкие тональные основы на каждый день, и я сейчас небольшой спойлер, жду посылку из Америки, где я рассказывала кучу всего, и я не хотела что-то покупать у нас, потому что скоро мне приедет посылочка, и нашла у себя в залежах этот мусс, и решила им воспользоваться. И каково было мое удивление, когда он мне очень сильно понравился, и он мне очень сильно подошел. И сейчас вот он у меня на лице, и пользуюсь я им с большим удовольствием, и чтобы вы понимали, с каким удовольствием я им пользуюсь, вот, пожалуйста, показывая. То есть, я думаю, что я его, честно говоря, добью к тому моменту, когда придет моя посылка из Америки. Он очень удобен, он мне идеально подходит под мою кисть для тональной основы от Сидона Лейзи, я просто опускаю ее в баночку, набираю этот мусс и разношу его по лицу. Хорошо скрывает недостатки, он ложится очень ровным слоем, он застывает приятный такой пудровый финиш, который, в принципе, уже и не надо припудривать, извините за тавтологию. Ну, как тональная основа, как такой легкий вариант на каждый день, просто идеальный. Я, честно говоря, не думаю, что я его еще раз куплю, потому что это эссенс, ну, и как-то польза за тональным средством от эссенс в 30 лет, вроде как не камельфон. Единственный минус, который я могу подчеркнуть, вот, допустим, между бровей, да, вот это пространство, там есть маленькие волосинки, и он их подчеркивает. Поэтому я могу сделать вывод, что, возможно, если будут какие-то шелушения на лице, он тоже будет их подчеркивать. Но если у вас комбинированная кожа, либо жирная, я думаю, что вам очень даже подойдет это средство, потому что оно очень долго сохраняет матовость кожи, и, в принципе, оно такое полупудровое, полутональное. Поэтому оно очень легкое, и оно не будет перегружать кожу, и не будет ощущения жирного блина на лице. Поэтому, да, отличная покупка, супер бюджетная, и я ей, в принципе, довольна, и я думаю, что я допользую его до конца. Давайте еще немного пройдемся по бюджету. В одном из своих влогов я показывала вот такую вот помаду от компании Beauty UK. У нас эта марка появилась в сети Cosmos, в сети Watson, по-моему, в Еве тоже есть. Поэтому, в общем, я решила обратить на нее внимание, взять что-нибудь попробовать. У нее, в принципе, очень приятная консистенция, она немножко холодит губы, она очень такая кремовая, сливочная, она легко наносится, но я редко ее использую, потому что у нее есть такой большой минус, из-за того, что она вот такая вот маслянистая, из-за того, что она такая мягкая в использовании, она при малейшем каком-то касании, она сразу же растирается. Поэтому я могу очень редко использовать эту помаду, даже если использовать ее вместе с карандашом, все равно вот этот вот эффект сохраняется, она как бы не застывает, и она как бы, знаете, остается все время в каком-то таком подвижном состоянии. Поэтому, ну не знаю, что-то буду пробовать я еще от этой марки или нет. Кстати, упаковочка такая довольно милая, приятная, с сердечком, на крышечке видно цвет самой помады. Ну, не знаю, посмотрим. Если вы, кстати, что-то пробовали от этой торговой марки, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно, может я тоже на что-то обращу внимание. Сыворотка для ресниц от Эвелин, уже, наверное, все ее, в принципе, показывали, показывают такую бело-зелененькую упаковку и также показывают вот эту. Это СОС ЛАШ БАСТР или БУСТР, не знаю, как правильно, комплексная сыворотка для ресниц с маслом органом. Удваивает объем ресниц, удлиняет и укрепляет, питает и восстанавливает, стимулирует рост ресниц, предотвращает выпадение. Наносите на ресницы, ресницы становятся белые, как будто бы снегом припыленные, потом она застывает, становится практически прозрачная и эффект от нее очень классный, потому что, когда вы сверху покрываете потом свои ресницы тушью, у вас просто эффект каких-то супер накладных ресниц, действительно есть удлинение, поэтому как база она работает замечательно. Но, к сожалению, как всегда, у меня началась аллергия. У меня началась аллергия до такой степени, что у меня начали выпадать ресницы, у меня чесались глаза, поэтому, конечно же, я не могу ей пользоваться. Я очень-очень редко ее использую, допустим, на нижние реснички, потому что у меня из-за нее, блин, они повыпадали и стали очень короткие, поэтому, если мне нужно для такого макияжа, допустим, как сегодня, интенсивные нижние реснички, я очень аккуратно, чтобы не притронуться ни в коем случае к коже, наношу ее буквально на кончики, для того, чтобы немножечко удлинить нижние ресницы. Но, к сожалению, пользоваться я ей постоянно не могу, у меня жутко чешутся от нее глаза, у меня реально выпадают ресницы, растут тут же новые хорошо, но, тем не менее, приятного мало. Поэтому я лично посоветовать не могу, но, если у вас нету каких-то аллергических реакций по любому поводу, как у меня, то, в принципе, можете попробовать средство именно как основа под тушь, просто замечательно. Далее покажу вам две подводки от Inglot, одну из них я уже показывала в своих фаворитах, это подводка под номером 31, у нее очень тоненькая кисточка, ей можно нарисовать просто какую-то виртуозную, непревзойденную, супертонкую стрелку, ей можно в трестики-нолики хоть на лице играть, то есть она рисует абсолютно идеально, у нее очень-очень-очень тонкая кисточка. Плюс она очень сильно стойкая, она очень долго держится, она, как бы вы наносите, она такая влажная, потом она засыхает и она супер-супер стойкая, поэтому однозначно я могу рекомендовать вот эти вот подводки с кисточками. Вторая подводка у меня уже с фетровым наконечником, это черная подводка, номер у нее 25, и она высыхает в такой полубархатный, полуглянцевый финиш, то есть что-то такое среднее. Что мне нравится? У нее довольно насыщенный черный цвет, мне не очень нравится сама кисточка, тут не кисточка, тут фетровый наконечник, он толстоват и к нему нужно привыкнуть, и с ним надо наловчиться, и я люблю иногда прям вот такую тоненькую-тоненькую стрелочку нарисовать, но с этой подводкой у меня этого не выходит, просто потому что она довольно толстая. Но она очень хорошо ведет себя при нанесении, она не растекается, она очень стойкая, она не размазывается в течение дня, но при этом если где-то вы переборщили, и что-то вам нужно подтереть, и что-то нужно исправить, достаточно просто сухой ватной палочкой немножко убрать излишки, и она очень хорошо сходит с кожи. Но при этом она почему-то не размазывается в течение дня, то есть я могу ее посоветовать, если вы легко справляетесь с этими фетровыми наконечниками, которые именно толстые, и если вы ищете для себя какую-то черную, глубокую черную подводку. Также хочу отметить два лака для ногтей, я покупала на самом деле больше, чем два, но эти два, мне кажется, они будут интересны, и они достойны внимания. Первый лак Golden Rose, линейка Rich Color, все вы ее знаете, но дело в том, что у нас в Украине их как-то нужно заказывать или через интернет, чтобы их как-то там привозили, вот так вот прям в свободном доступе их как-то особо я не видела. Ну, не знаю, может я их как бы не замечаю, не нахожу, если вы знаете, где они продаются, в каких-то магазинах, напишите мне, я обязательно что-то, может, еще куплю, попробую. Ну, в любом случае, я купила вот этот оттенок, мне сейчас очень нравится этой осенью и зимой вот такие какие-то фиолетовые, сиреневые цвета. Вы знаете, очень много я слышала о том, какие они стойкие, какие они замечательные, какие у них классные, какие у них прекрасные кисточки, и кисточка действительно очень прекрасная и очень удобная. Ну, что касается стойкости, честно говоря, ну, три дня, как любой самый обыкновенный лак, ничего выдающегося я не заметила, ничего такого сверхъестественного я не поняла. Да, накладывается он не супер приятно, не супер хорошо, он проблемный в нанесении, на мой взгляд, он не дает какого-то очень красивого такого ровного покрытия сразу же с первого раза, то есть его нужно накладывать, как и любой другой лак, несколько слоев, ложится первый слой вообще какими-то кусками, ну и не стойкие, не знаю. То есть я не поняла, честно говоря, почему все так сходят с ума, если я еще найду, где его купить, эти лаки вообще от Golden Rose, я, может, куплю какие-то другие оттенки, может, мне именно с этим не повезло, может, если будет просто какой-то сливочно-кремовый оттенок, этот все-таки, видите, с легким таким сатиновым шиммером, то, может быть, он будет держаться лучше, вести себя лучше, в общем, попробуем, но пока, честно говоря, я не поняла, ажиотажа не в восторге. Но хочу отметить один очень дешевый, очень бюджетный лак, компания Diva Cosmetics, я уже рассказывала о лаках этой фирмы, я их очень люблю, у меня их очень много, и на мне они держатся просто супер долго. Я не знаю, вот я, допустим, на Новый год, девочки, отмечу, я сделала перед Новым годом, где-то числа 29-го, по-моему, выкладывала в Инстаграм маникюр, такой снежный, синий, с белым, с серебром, я его сделала при помощи вот этих лаков Diva Cosmetics, и думаю, я 31-го себе сделаю другой, более свежий маникюр. 31-го я смотрю на свои робки, у меня все в порядке, у меня нигде ни одной подтвердности, нет где ни одного скола, я думаю, ну и все, я буду на Новый год с этим маникюром. Смыла я его, наверное, числа 6-го, то есть вот с 29-го по 6-й, я проходила с этим маникюром, у меня вообще нигде ничего не ободралось, у меня вообще нигде ничего не следло, он просто держался вот как гель-лак, при том, что гель-лаки на мне не держатся, ну, в общем, идеально, не знаю, на мне эти лаки Diva Cosmetics, они просто восхитительные, они просто, не знаю, неподражаемые, и пока, в принципе, даже из каких-то там дорогих марок, аналогов им нет. И тот лак, который я хочу отметить, в оттенке 0.32, не знаю, насколько правильно передаст камера, но посмотрите, какой-то красивый цвет, это такой какой-то бархатный, синий, ультрамариновый электрик, не знаю, с немного каким-то фиолетовым подтоном, он безумно красивый, я ни в каком другом, как бы, ни в какой другой марке не встречала такого красивого оттенка, тоже он прекрасно держится, тоже он очень хорошо наносится, он прекрасно растекается по ногтю, не знаю, не окрашивает ногтевую пластину, если кого-то это волнует, супер бюджетный лак, он стоит, по-моему, вот этот вот маленький бутылек гривен 6 или 8, продаются в сети Watsons, насколько я знаю, это, по-моему, лаки украинского производства, поэтому в России они и в Казахстане, в Беларуси они не продаются, но если вы из Украины, то присмотритесь, однозначно советую и рекомендую. Опять же, пока жду свою посылку из Америки, решила взять себе на затест два пробника люксовой туши, одна из них это Dior Show Iconic и вторая это Calistar Mascara Shop, у нас, кстати, на сайте Makeup.com.ua продаются пробники, поэтому, если хотите что-то попробовать, можно взять, но оба пробника пришли мне ужасно пересохшие, то есть, краситься ими было вообще невозможно, то есть, они были практически полностью высохшие, когда я окунала там и пыталась что-то выковырить щёточкой из туши, ничего не набиралось, потому что она была сухая, поэтому я разбавила обе туши, ну а что делать, каплями для линз и, в принципе, восстановила эти две туши, ими можно пользоваться. Я не могу сказать, что они какие-то супер-пупер, то есть, даже не буду останавливаться на каждой по отдельности, неплохие, нормальные туши, не очень сильно осыпаются, осыпаются, но не очень сильно, в принципе, не дают какого-то такого супер-удлиняющего или супер-объёмного эффекта, неплохо, немножко распушивают, немножко удлиняют реснички, немножко их разделяют, то есть, вот, ничего такого прямо особенного, неплохо, нехорошо, такие туши-среднички. И последние две покупки, это будут карандаши, я всё-таки не удержалась, купила себе розовый карандаш от Ивроше, хотя у меня есть бежевый карандаш от Арифлейм, и, в принципе, они очень сильно похожи, и у них, в принципе, абсолютно одинаковое, грубо говоря, действие, но всё-таки розовый это розовый, а бежевый это бежевый, поэтому я себе воображаю, что они работают как-то по-разному, и какой-то разный оказывает эффект. В общем, хороший карандаш, все, как бы, спеты ему оды, присоединяюсь, хороший, замечательный карандаш, очень удобный. И последний карандаш, последняя моя покупка на сегодня, это будет карандаш для бровей от Ордыков, под номером 4, такого таупового цвета. Вот это, конечно, удивительный карандаш, я его заказала через интернет, по свочам посмотрела оттенок, выбрала именно такой тауповый, который мне подходит, и заказала его в интернете. Когда он мне пришёл, я, честно говоря, его посвочила на руке, я была просто в шоке. Девочки, он металлик. Как можно заполнить брови карандашом металлик? Я не знаю, честно говоря. То есть, ну, может быть, для какого-то сценического образа сделать себе блестящие металлические брови, ну, может быть, да, это работает. Но реально он металлик. Я попробовала его всё-таки на бровях, думаю, ну, вдруг это просто на свочи на руке, а на бровях такого не будет, ничего подобного, на бровях он блестящий. Ну, естественно, на бровях им пользоваться вообще никак невозможно. Я не знаю, что компания РДК пила или курила, когда они придумывали этот карандаш, но, блин, ну, честно, сделать карандаш металлик для бровей – это просто бред. Я его не выбрасываю, я его, честно говоря, ни разу не использовала, но всё-таки храню надежду, возможно, делать себе какой-то макияж-класс, может быть, какую-то стрелочку делать. Но я думаю, что, скорее всего, я его ещё подержу какое-то время, потом всё-таки вышвырну, ну, пока вот он у меня лежит. То есть, бесполезная покупка, глупая, вообще разочарована. Также я ещё хотела сказать, что я завела свой письменный блог, где я более подробно и более обширно рассказываю о тех косметических средствах, которые я попробовала, поэтому обязательно заходите, читайте и пишите, что вы по этому поводу думаете. Также я, наконец-то, завела своего пользователя на Facebook, поэтому добавляйтесь в друзья, давайте там тоже дружить и общаться. Уже некоторые из моих девчонок постучались, добавились, так что привет вам большой. И всё, пожалуй, на этом будет всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень надеюсь, что вы приятно провели со мной время. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. У нас тут пассажиры, потому что не даёт мне снимать, лезет мне на руки, поэтому пришлось взять её к себе на колени, так что если вы увидите вдруг возникшие волосы... Что? Что? Что ты несёшь? Так что если вы увидите вдруг возникшие волосы, то я просто не побрилась. Последние две покупки это карандаши. Я всё-таки не удержалась и взяла себе карандаш розовый от Ифрош. Кстати, правильно говорить Ифрош, а не Ифрошей, как оказалось. Вот, ну... Чё ты выпендриваешься, а? Бри, как все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok